Всем привет! Мы снимаем сегодня влог с Милочкой, сегодня суббота и мы с дочкой идем на концерт моей мамы, отчетный концерт хореографического ансамбля, она занимается танцами и мы сегодня пойдем с Милочкой на автобусе. Вот так вот странно выглядит наш завтрак. Мила лежит, смотрит мультика, я ее кормлю. Я пока себе накрасила брови и решила сегодня с хвостиком идти и сделала три бегудюшки, чтобы хвостик был кудрявый у меня. Пойду вот в этой блузке и в джинсах. Джинсы таки одела, чтобы не видно было, как Мила меня будет ногами пачкать, как обычно пыльными. Вот, в юбки не хотела идти, потому что колготки она бы мне липучками обуви позацепляла. Вот Милочка все доела. И такой прикол, кстати, с кормлением Милы, ей можно раз 10 говорить, что это последняя ложка и она будет открывать рот. Я пойду со своим рюкзаком и сейчас покажу, что я беру с собой. В свой рюкзак я кладу Милен рюкзак. В нем сменка. Второе это подгузники, конечно же, с собой. Запасная одежда, футболка, лосины, носки. Слюнявчик. Игрушка. И из еды фруктовое пюрешко. Такая рыбная с картошкой пюрешко. Компот яблочный. Ложка. И я на всякий случай возьму молоко. Может, если будет голодная, будет кушать, пить. Все, что захочет. Вот. У меня в рюкзаке есть тайный карман. В нем у меня паспорт. И это у меня кошелек такой. В нем у меня все мои самые нужные кредитки и деньги. Вот. Что у меня тут еще? Всегда ношу с собой авоську. Чтобы не покупать пакеты. Мини косметичка. Там у меня карандаш для бровей. Еще что-то. И вот здесь у меня расческа. Бальзам для губ. Блеск для губ. Какая-то жвачка. Ручка. Там салфетки сухие и влажные. Листочки для записи. И игрушка для Милы. Вот такой у меня рюкзак. Сейчас в него кладу Милен рюкзак. Обратно будет уже легче он. Потому что Мила все съест. У меня тут такая ситуация. Мила вообще оказывается не выспалась. Она вчера уснула только в 11 ночи. Потому что днем поспала почти 3 часа. И вы посмотрите. Нам выходить через 5 минут. Сейчас придет за нами дедушка. А Мила просто засыпает. Наверное я ее сейчас одену. И посажу в коляску. И поставлю перед мультиком. Чтобы она до конца уснула. Вот. Сама я сегодня сделала себе. Такой очень нежный макияж. Сейчас открою окно посветливое. Вот. И сейчас распущу эти кудряшки. Посмотрим. Вообще я так 100 лет не делала. Ау. Ничего себе. Это я пенкой намазала. Обычной пенкой для волос. У меня прям как у Золушки эти кудряхи получились. Забавно. А теперь наоборот. Вот так лежи, смотри телевизор. Хорошо. И засыпай. Мы сейчас поедем. Я кошки сейчас открою. Снова открывает дверь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мело пальчиком показывает. Баба увидела. Вот этот танец танцевала моя мама, когда ей было... Ну, когда она в школе еще училась. Этому танцу 50 лет. Сольный номер нашей бабушки Лены. Сольный номер нашей бабушки Лены. Мы с Бичунечкой дома. Время 5 часов вечера. Вот будем обедать. Я буду бутерброды, кофе и плюшку с шоколадом растопленным. Это шоколад горький. С маслом, с молоком. Это я вчера делала бананы в шоколаде. Вот. А Милочка будет суп. Чуть-чуть ей блендернула. Вот. Ну, и одну дольку ей балыка дала. Она кушает. В общем, замечательный концерт прошел. Мы под очень приятными впечатлениями. Сейчас кушаем и ждем Костю с работы. Костя пришел уже с работы только что. Время 6 часов. Я ему хочу сейчас заплести косичку. Это в продолжении видео, как я его красила. Продолжаю издеваться над мужем. Муж пришел с работы. Костя, я хочу тебе косичку просто заплести. У тебя такие длинные. Уже выросли. И усы. Хочу вот из этих верхних волос. Ну, так, наверное, не видно. Не получилось у меня, в общем, что я хотела. Нет, так не идет тебе. Тут какие-то длинные они. Как детская косичка получилась. Еще я хотела показать, какие нам чудесные пироженки связала бабушка. Это Костина мама. Бабушка Люда. Мелина бабушка. Такие пироженки. Сейчас еще другие поделки я ее покажу. Милочка в них обожает играть. Вот игрушечки, которые нам бабушка связала. Такие мороженки. Печенье Орео. Чашечка с блюдечком. Бусы. Для меня и для Милы. Для Милы с черепашкой. А для меня вот такие. Набор к Пасхе. Яички вынимаются. Это даже развивающая игрушка, чтобы ребенок по цветам находил. Вот. Куличик. Он отсюда вынимается. Можно еще в него что-то класть в кулич. И вот такие вот игрушечки она нам связала. Правда, вот этого зайчика мне вязала подружка Юля Соловьева. Они у нас вот тут на кровати стоят. Очень мне нравятся эти вязаные игрушки. Мила в них обожает играть. Кстати, пока снимаю влог, хотела показать, кого я люблю смотреть. Свои подписки на Ютубе. Катю Ваню. Ну, все их знают в влоге. С Васти она челленджи снимает. Вот мне очень нравится Алиса Блэк. Вот. У нее видео. Ну, мамские будни. Мне очень нравится. Про свою семью. И видео про одежду и про духи. У нее очень интересные. Еще из популярных мне нравятся Алена Погребняк, Робина Гудина и Сеня Мира. Вот. Еще у меня тут в подписках есть мой канал. Второй это развивающие мультики. У меня пока там 100 подписчиков. Вот. И из менее популярных сейчас покажу. Вот один из моих любимых каналов. Называется Завальные будни. Даша снимает видео. У нее дочка Арина. Вот я каждый-каждый их влог смотрю. Вам тоже очень советую подписаться на канал Даши. Называется Завальные будни. И еще мне нравится канал одной девочки. Света ее зовут. А, двух девочек вернее. Вот Юлия Спринг мне нравится. Она любит все натуральное такое. И вот Светин. Еще канал мне нравится. Света весна называется ее канал. Она снимает в основном челленджи с своим мужем, с мамой. У нее забавные видео. Она сегодня дарила бабушке вот такие вот цветочки герберы. Но она их выбросила у бабушки обратно. Вот. И играет в эту обертку. Она играет, как будто бы это у нее кроватка, а это одеяло. Вот. Видите, она на кроватке тут под одеялом. Тепло? Да? Еще из новенького у нас вот такой лизун. Это Илья, мой брат, дарил мелочке на день рождения. Он был в колбе, в такой, в трубе. Мы его вот в такую банку переложили, чтобы удобнее было доставать. Лизун просто супер этот оказался. Мила в него по целому часу может играть. Суперский лизун. А который мы сами делали на видео, снимали. Вот он в баночке хранится. Это тоже лизун у нас суперский оказался. Мы в него частенько играем. Вот. Еще у нас тут вот такая баночка ждет свой час. Это бабушка Лена, моя мама Миле, подарила набор ашановский. Тут всякие творческие вот эти вот штучки для рисования, для отпечатывания. Вот. Надо нам с ней картину придумать и нарисовать. Наверное, тоже я буду это на видео снимать. А вот тут на полочке у нас наши картины стоят, кстати. Это я в видео показывала на нашу годовщину десятилетнюю мы с Костей рисовали. Вот. Они у нас тут на полочке прижились. Ну, я нежно таким мараджевым сделала надписи. У меня мысль сделать это все-таки белым. Сверху написать. Обвести вот эти вот надписи. А тут у нас рядышком вот фото Милочки с рождения до годика. Ну, правда, не совсем с рождения. Тут мелочке один месяц. Вот. Очень мне эти дорогие фотографии. Такой тут пухляж. Как она изменилась. Сейчас я уже два годика. Вот на этой фотке, ну, я, конечно, наверное, перефотошопила. Тут мне где-то лет 17, а Косте 23. Ну, короче, лет 9 назад. Вот такие мы были молодыми. У меня были волосы до пояса длинные. Вот сейчас мечтаю отрастить такие же. А это тут мелочке где-то 5, что ли, месяцев на даче она. Ну, или меньше даже. Нет, наверное, ей тут 4 месяца. А вот тут мелочке 8 месяцев примерно. 8 или 9 месяцев. Это мы в нашем храме на Рождество. Эта рамочка тут стоит, так скучает, потому что я не могу придумать, куда мне ее повесить. У нас, получается, ну, как-то жалко мне штробить стены, чтобы повесить эту рамку, потому что мы иногда передвигаем. То есть у нас совсем недавно Милина кроватка стояла вот здесь возле нашей. Мы только перед днем рождения Милы буквально 2 недели назад отодвинули ее от нас. Еще, как бы, я не уверена, что у нас будет в таком виде комната. Ой, уже вечер, в общем, 9 вечера. Мы сегодня очень долго гуляли, и, представляете, я забыла свой рюкзак на площадке. Мы были на самокатах, я на самокате, Мила на самокате, а Костя, он, как бы, бежал рядом с Милой, бегал, ее страховал. И рюкзак был у меня. Мы заезжали во вкусвил, накупили продуктов на 1000 рублей в рюкзаке у меня. И там деньги, еще 3000. Я так боюсь, у меня там паспорт, все мои кредитки. А, еще плюс моя кредитка. Короче, ну... Ребята, у меня продолжение влога. Уже новый день. В общем, позади уже вербное воскресенье, как вы видите, вербочку. В этом году мы решили, услышали один батюшка, она проповеди и говорил, что не обязательно в святой уголок на год ставить освященную вербочку, а можно ее прорастить в воде. Если она даст корни, ее можно посадить. Вот. Мы решили в этом году так сделать. Если она прорастет, то мы ее посадим. Я на днях нашла объявление девушки из рекламного агентства Реноме. Вот такое объявление ВКонтакте. Вот. И... Вот такое объявление. Тут типа две девушки. Нужны промоутеры 350 рублей в час. Типа обращайтесь. Вот я связалась с девушкой. И я написала этой девушке ВКонтакте. В общем, так как мне нужны деньги, я искала подработку. Вот. Я нашла себе такой вариант промоутером. То есть у меня муж согласился посидеть вечером с дочкой, погулять с ней. Он так и так это делает. Вот. Поэтому, в общем, я не просто буду с ними время проводить вместе, а подработаю, короче. Вот. И покажу вам себя в форме. И уже тогда буду заканчивать на этом влог. Включение с работы. Смотрите, какая у меня форма. Такие кружки мы дарим в подарок при покупке напитков в гараж. Ну, в общем-то, на этом я заканчиваю свой влог. Всем спасибо, кто посмотрел. Пока-пока. Пока-пока.